на меня тоже спросил да блин столько там писали и сейчас удивляются блин все же видели комментарий что просит меньше но саня вряд ли ну от от имени view of games 1 это он писал что ничего не лагает я думаю вряд ли кто-то другой потому что сейчас не читают так что вышли первые банны запомнили бруту первым а на это фирменная то что это будет делать всегда да 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 лучше персонаж сам талантливым доиграть и поурсу в первой игре за данный данный в кокаре этого топову в крипов вот как вверх я просто помню ситуацию да когда вы по низу там пытались заходить на хайграунд он пытался ворваться но промахнулся хукшотом а мы там короче до ржали сидели типа коля побежал ну типа с разбега и потом отменил его резко мы так подумали что наверное это как бы он в баратрума хотел ворваться который ну типа должен был дальше бежать коля резко отменил типа и мы сидели угорали что-то байт на собственно на на этот 1 хукшот просто фишка то в том что вы там были в пятером все рядом стояли как бы клокверк ворвался просто там толку бы ты же правильно сказал если бы он ворвался бы один мы просто его в секунду это просто реально повезло просто я тебе объясняю он думал что бара побежит до конца и хотел просто его застопить и все в принципе типа если бы он все нормально бы сделал бары вперед убежал немного вот застопил понимаю ну может стал бы коги и убежал бы все у нас не было тогда в той игре по мусс слишком так это герой кто не оправдывал до сих пор этот момент вспоминаю когда типа вот так как локата стоял в лесу наверху то возле 1 на него разгон сделал баратрум то есть он видел что баратрум бежит через вышку через все отчет то разве баратрум не пробегает сквозь коги я не слышал нет нет так что через коги шторм пролетает да и войд перепрыгивает ну пара бар трайдер в огне тоже чики-скоги ходит но если внутри во всяком случае он из них выходит вряд ли входит иду то же самое нет пускар я не знаю я считаю что более слабые команды должны банить баунь хантера в любой игре если и поле он вас убил ну потому что как бы вы и так но заведомо как бы плохой ситуации что вы слабее по скилу и по задумкам а банки хантер дает еще буст даже при неравных размерах ну да собственно вот у нас так было что мы первые галитбалти хантером 2 2 нас банили баунь хантера но это не особо им помогло на самом деле но да но типа тем не менее все равно мы собрали тускаро на этот раз команда елла думаю что они видимо смогут на нем исполнить лучше чем брудой в ходе но возможно неправы короче вижу я от сильных команд вообще методы пики вот никто ничего не придумывает все играют стандартными пиками банами еще придумывать придом может один два пика уже начинается типа пуджея бури за нам всяких варлоков у нас и прочего ну вот кстати с пуджом как раз по моему команда саш красиво ты проиграл командики эту борь и за вчера был путь шум во второй игре с опортом но у кого саша красиво тоже был путь ш но это у них число заранее видела как было у других команд числа после первой игры так что тут не разница есть большая да есть такое дело то есть только бы не виноват никто кроме собственно команды саши красиво м все к парашем так ну или напротив клинок пейн но все таки по факту как я уже по моему обсуждал как то уже этот мид кто же стоит кто первый даст ульту вот так вот я слышал по зависит полностью от скилла по моему целиком но единственно что лена и попроще крипов на первом и на первых лвах все-таки попроще я думали на и стоять мне все-таки получше эти задувки всякие станы чему клопы все-таки копия без 6 вообще никак не убить практически алине то можно да нет попасть из типа рукой затыкает и стана пойдет но опять же рукой у линита range побольше с руки тему клопы ей попроще расскажи это даггер у клопы который это вообще с фонтана но это да есть такое на самом деле ну кастры чем банят темп ларку непонятно но на самом деле ты видишь кастрейдж даггеры не такой как бы он знаешь прям большой но это больше чем . полтора раза эти так смысле больше ну судя по надпись нет нет ты ты скажешь сколько 600 600 то но это бред такой вот и потом там дагира летают таким ренджом диким что иногда подгорает на самом деле мне тоже кажется что раньше там побольше как-то и не знаю как он рассчитывается там ну возможно там видишь там долгий замах и возможно как бы до начинает замахиваться он близки к этому риджу а когда он как бы кидает момент там уже уходит герой там не знаю на 700 блин рейндж и только вот и кажется что у него в этот момент как бы даггер улетает и герой их хрен знает где вообще стоит тазл у нас берут дазл такое себе против но если он будет как бы стоять миссийной в миде я вторую игру смотрю и вижу что команда йола пытается максимально упростить мид линии как бы не знаю я бы не сказал что ли на сильно сыграла в той игре целом я вообще не сказал так даже сейчас когда ла легион взяли квапу и как бы этот 95 процентов что это мид они все равно забанили еще двух мидеров ну да согласен которые контрят странно да немного странно то есть они забанили четырех мидеров которые ну типа хоть как-то контрят лину вообще в целом ну то есть кто-то полностью кто-то не полностью то есть они полностью играют на мид но мид у них я бы не сказал что сильный акс то кстати не помнишь кой ник играл на агибатор 228 играл на линии вот у него по моему я смотрел 4 900 по брать как бы ну вроде что то парень должен уметь в мире так я считаю не знаю но как то не пошло но рофлик бы ему проигралась так как так как так мне надо репутную доту он дает кстати берут с ондайнга интересно главное чтобы это было не ондайн к соло хардка но вот ондайн к соло по моему это еще самое глупейшее что можно вообще сделать не очень сильно да любой герой в принципе с ондайнгом это очень сильная линия вот ондайнг соло он не такой сильный и ответочку берется гирокоптер ну вроде пока что неплохо пикает сейчас команда йола вроде неплохо их пик смотрится пока что есть чем инициировать виде там тускара и прокасты довольно неплохие у них наконец-то пошли есть чем подраться ну опять же и у команды на нэджин пока что все неплохо с прокастами видя нднг и вопы и вич доктор берется пока что у них как-то все плохо со станами с контролем есть только банки и вич доктора и все как бы особо никаких станов больше нет ну если говорить про микро стан тоса там который как бы не может нет смысла считать как стана как только как способ сбить т.п. ну что мне кажется нужно сейчас какой-то стан хороший команде и для legend в виде керри со станом но это конечно может быть свену этому и маловероятность что он здесь будет интересно кого керри выберут будет сикер забанили номер забани джаггернаута забанили у нас команда йола что же это будет за керри довольно интересно возможно какой-то антимаг конечно маловероятно как думаешь какого могут керри взять против гирокоптер лин и тускары и дозла еще бы я видел бы ситуацию так на слух тяжело а ну ты еще так ну ты не все герои пиле да но они тут но кентавра берет нас последний пиком команда йола надо это интересно конечно на антипы тускар кентавр ты что та самая связочка с 2007 такая фарминг кто будет он даем фармить вертолет будет нет это я у команды йола да андайн я тебе могу сказать что тускар кентавр типа не пойдут вместе по ну походу хотя может и пойдут почему да вот это знаешь как бы типа типа ну там они берут андайн кого кто же с ним пойдет он просто идет золо такие размышления тут мне кажется то же самое будет боятся какие-то вот такие проверенные связочки юзать почему-то команды я не знаю ну тускар кентавр а почему нет связочка проверенное временем разве ну я игру проверенные связочки бедную боятся брать они берут как бы двух героев из связки а почему-то не ты юзают их так как надо ну так как подразумевается то есть кентавр и тускар это очень сильно связка не убивают в принципе любого героя вот здесь по моему видишь доктор вот он прям вообще самое лучшее мясо для них ною там единственно конечно ну что видишь доктор чуть-чуть а кстати прочитали получается что сквопой керим и и сандайгом в харде а эти знаешь я че скажу как пойдет и посолок папа будет стоять на изи-лайне отдаем кевич доктор будет харде этой мы ну то есть мы такой стратой осип гаучам выиграли мы просто играли вот этой стратой все игры и нас никто не победил так вот оказывается ромбик это походу ассистент питера то есть она реально сильная потому что папа стоит в принципе даже против даблы более-менее то есть на штуках против тускара и кентавра она не простоит даже с блинком но потому что она не просто типа если они все будут делать идеально она не успеет блинкаться нет по моему просто клопа бежит и блинкается последний момент когда не подкатываются то просто шарик не докатится ну там ну типа мы посмотрим как будет но я уверен что так будет но я думаю что не должны все таки связку и ждал да у соседок придет уже вниз в направлении низа то есть баунти просто будет бегать чтобы стать медиа так ну все-таки и ну ли на должна убивать шторма до 6 ну во всяком случае хорошо стоять с ним до 6 лава и на саппорт эти так скажу а или они поменялись ролями подожди подожди ну нагибатор играл на линии в прошлой игре а сейчас он на ком по моему она кентаврия я хочу обманывать тебя ночи за нулю закупа моему не медовой у линоке не кажется ну есть такое дело на самом деле ну и он непонятный пока что ну и судя по всему как она стоит она хочет урву убрать значит это митрина да интересно по зачем ну не знаю зачем брать манго ли не хватает на на 4 про каста то есть на 4 каста в принципе а после этого должен же ботов приедет свой взгляд у них на это все и кстати она вторую группу подряд берет старт первым тоже интересно зачем стан вроде неплохо с одной стороны разницы как бы по урону никакого нет но все таки 10 все таки первое тыл как бы убиваешь крипа и харасишь а нам тяжело убить крипа и похоро стены сразу ну да ну не знаю ну здесь конечно по факту ли не стоять проще против шторма до шестого всяком случае лава шторма но пока она без первой просто крипа не заберет ну да одного из пачки но она пока что у нее с крипами как-то туговато вот он крипов фишка до что и как бы за целую пачку она вообще ни одного крипа не забрала потому что вкачала стан но сейчас должна уже забирать поеду вот и первые два крипца пошли сейчас должен быть третьим третьего не будет и махивая качать стан она дала стан чтобы баунти хантер внизу руну не забрал в виде я не знаю ну да такой вот в этом что то есть но вот и дабла который я говорил даже баунти хантер еще там трез ага ну что у нас здесь уже по сути три плана низу собралась если какой-то вижу на бх на низу гирокоптером конечно можно но все-таки в принципе андальевич доктор это вообще жесть просто ну да опять же не дома схил там а там банки парадок ну ну там не подбегаешь кидаются банки и ты ничего не делаешь но кстати баунти хантера как бы нету чтоб нечь нечем палить баунти хантера в низу и он тут себя будет так вольготно чувствовать тут кстати интересно в этот варджи должен банить спал да банит по идее твою если правильно поставить но я могу неправильно поставить далековато да по моему дереву то есть он должен банить и спал вот этот надо опалить не знаю подпуск в секунду посмотрим час так как я его не надо мы поставили давно живут но кстати да на коем минуте так счет так 5 50 то есть ли на 1 получает на 1 дан то есть во всяком случае хотя может на 30 секунд нечто впаду даже считать появились на 30 крепы или нет эти две минуты ровно прошло то есть ну саш пойми от 30 появились посмотрим на 3 там просто раньше была какая-то фигня типа как не на какой-то камешка типа его все на него оставили сейчас его нету усложнили задачу саппортом так ну мне кажется что не появится на забыли не только нижний а верх не были же уже как-то точно я уже забыл до что верхнюю не убивали ну короче в миде ситуация то ли ой там красочки ну просто то надо посильнее и по скилу намного чем ли на судя по всему потому что ну так выигрывать мид за шторма который должен проигрывать его по идее ну хотя бы покрыть стату просто да и вообще как бы шторм фуловый ну да шторм сейчас получишь свой левел и просто убьет лину я думаю и пол и в и ну ну и полу уровня выигрывает еще это же при том что ли набрала но при том что у линой 0 добитых их своих а у шторма 7 это тоже уже что-то дает так ну что у нас вертолет на низу имеет 8 крипов не особо так удачно скажем так наверху ба ну типа тоже по крепстату копа ведет сильно в принципе они как бы друг друга не убьют никак что куба геннавра не убьет штук ядова поможет убить кентавра нет 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 ну я имею ввиду там прям надо тыкать жестко жестко стоять тыкать его под даггером но на максе даггер ну а чё нет типа ты кидаешь даггер и просто бежишь правой кнопкой на кентавра и все жмешь но если он захочет он может примерно как сейчас ну смысле не подойдет замедление жесткого не догонит такое но сейчас если он еще раз подойдет то я думаю бьет его копа но хотя и не хватит на даггер скорее знаю я просто играл пару раз на подобных линиях типа тут кентавра нужно просто подумал ну прям в лицо бежать ей и пытаться как то есть это да это логично но под подпадом то не получится там место ты просто сразу бежишь и все то есть даже на блин просто ввести так нет в принципе не догонитесь клопа кинул ему я тоже там на яйцах надо все я этого все понял понял там дэмоджа у кентавра спракаста очень много я понимаю но я ничего не говорю но понимаешь сложно подойти реальные только про проекты а геркопнер внизу сделал как бы как бы да сейчас походу он сам тоже умрет да его убил но тем не менее тускар нету скоро выживет с карту жилу хп остается и тут зомбарь на развороте бежит бежит ничего не сделал но все-таки фб это очень хорошо для герокоптера появляется у него пиво пашечка имеется ну что все это плохо сейчас будет врываться у нас тускар вместе с герокоптером из даст вам втроем врываются на руби шансов для они сутри то тут шансы дохила да я не знаю как бы по ситуации счет 11 но крепстат и посмотри сам это же там смотрели на со штормом ли на без шансов умирает и шторма в два раза каждой линии два раза больше имеет крипов и видно что что просто на опыте берут парни то есть вроде бы даже и неплохо пикнули в этот раз команда ела но это им не помогает еще неплохо я не знаю задумка на то что они пойдут сносить товара подальше я не вижу здесь кентавр конечно их-то комбинации вообще это особо нету типа пускарским товаром это вся комбинациями как и тебе сказал на чьи и не ну вы не поверегает коп но она гандара вижена как я понимаю нет там пытается попасть но не угадала куда пойдет bounty hunter bounty hunter прав 3 ловишь только то есть достаточно бесполезно пока что герой ничего он пока так особо не сделал до 6 достаточно далеко здесь я думаю должен спокойно шторм убивать сейчас вич доктора или что он не хочет идти все видимости не хочет на низу у нас гирокоптер имеет имеет аквилу имеет 24 крипа но все равно не особо то у него тут free farm жестко напрягают конечно он дает вместе с вич доктором ссоринг себе покупает шторм ну вот уже такой начальный ганга закуп имеется у парня так вот кстати интересно услышать комментарии все-таки теперь лагает или не лагает то есть лучше ли стало ли не лучше поменьше сделал битрейт если кто не знает напоминаю что первую игру выиграла команда для деджин которая сейчас играет за дайор и не смотрим тут у нас был замесик небольшой так ну что ведь доктор вместе с андальдом а вместе со штормом так что он вырывается в лину и выйдет стан мало ману и может он здесь умереть дар почему-то пешал на хороших отдал и шторма тоже убьют до что тоже умрет по ходу до добивает шторма очень классная драка для команды йола получилось то в итоге нет я сначала подумал что не совсем правильно сделал гентавр что побежал не на шторма в итоге то все классно получилось ну шторм не кажется мог там выжить почему-то он пошел драться хотя когда на него не побежали мне кажется ему надо было убегать в сторону руны просто то есть вот туда куда-то он почему-то в драке остался ну немного выравнивать конечно положение даже вон по графику это видно что уже преимущество то меньше двух тысяч у команды la legend ну такое себе я думаю если перестанут драться команда леджин и просто начнут фармить то снова не нарастят свое преимущество так как мы уже заметили что команда реально просто лучше фарм при отсутствии каких-либо драк но при этом все таки лейт у его посильнее ну да ну прям жесткий лейт жесткий мидгейм до шторм конечно шторм конечно будет до овнити на на поздних минутах но тем не менее такого хардкер это нету все таки команда лейджин а там имеется гирокоптер как быстро 10 мгновенно но квапа 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 будет ли убивать глина решила просто ультануть и мы просто до фуловую квапа будет еще и умрет у меня скорее всего пытается что-то забудка нет и я по засеяли очень плохо засеяли и в ответ на разворот еще убивает он дайнга и выживает квапа размен два в один в итоге получился не самый удачный для команды ела ну выжили максимум там шторм вырывается и быстрее поправляет ситуацию убивает лину ну что у нас у шторма шторма на самом деле как бы вроде все по крипам неплохо причины творцы но по факту то не творцын таки уж и большие прям то есть пока что у него только появится скоро конь point booster но я так подозреваю что это был 100 наверно будет первым артефактом хотя может конечно быть и саленс но все-таки более вероятен густон у кентавра это кстати уже полторы тысячи помимо транквил уже и близится даггер и довольно неплохой тайминг будет если он до 15 минуты его купит так ну что у нас будет и драка на топе да походу драка будет начну то бывает 1 1 я не понял чем один кинул шардыку это назад странный врыв немного получился на миде у нас там сражение и в очередной раз шторм убивает лину шторма 4 1 уже 1700 голды у него поверх пт и соу ринга с ботлом пройдемся кстати по шмоткам чё посмотрим у гирокоптера у нас пт и просветки тускара ботинок и намек на урну у лины намек на юл который у нее появится я думаю уже достаточно скоро удастся тут в принципе сопартийские артефакты такие виде тпшки и варда с ботинком у кентавра близится даггер так на топе думаю сейчас он должен появиться какой-то замес сейчас вот-вот пока что просто раздает дикий энда инг так ну посмотрим дальше у клопы пока что только пт и ботал и урна кстати клопа с урной таки интересно не помню что пособо часто это то есть интересно так у гондара тоже пока ничего особого нет да и тут тут только у шторма постепенно что появляется в виде поинт бустера с птшкой с уринга но это будет фастблдстон мне кажется переоценивать свои силы немного да есть такой альчон типа урна на попе это по моему общий юзный артефакт я согласен что чем он нужен здесь непонятно его мог собрать их доктор баунти hunter собственно тоже урну собирает кстати надо до вторую я не знаю что происходит у них там сейчас это зря потому что у с такими героями и с таким преимуществом на четыреста минуте можно еще и проиграть вполне так-то да особенно что есть гирокомптер догоняют здесь у нас анданга и поход еще убитого здесь вряд ли куда-то денется хотя очень неплохие банки залетают и по ходу может умереть здесь вертолет нужно ему быстрее отходить чтобы не умереть от зомбарей по всей видимости не умрет уже над зомбарей ломать здесь тамбу добра врывается очень классно шторм почувствовал где находится вертолет и умрет еще и дазл и в итоге размер 2 в 2 пытаются здесь взять тускара попадает станом лена следовать до преследуют дальше чтобы делать тускар тускар очень хороший шарды кидает умирает на развороте до убирать вич доктору ну что штурма нет маны дальше он не полетит классная драка достаточно получилось такая прям с разворотами переворотами ну даже тут потому что fight recap не полностью не совсем понятно кто все таки больше денег стоит драки заработал но по всей видимости команда йолу все-таки больше заработала с этой драки посмотрим по графикам графики немного уже пошли вверх и чуть меньше уже 3000 преимущества команды на legend по моему здесь им не нужно особо ничего придумывать надо просто пофармить и все и фарме я думаю не вывезут что-то там не спамят и контакт никто даже не охота выключать этот звук ради того чтобы только на стриме так хотя закрою пока на чем не париться закрою контакт так продолжим отдай делает мекку по всей видимости и скоро она у него появится осталось буквально соточка до рецепта на топе у нас и пропадут убивать кого-то на топе кентавр с даггером видят здесь клуб и доктора убили внизу очень быстро просто просто мгновенно вид здесь клуб и же кентавр разрывается с даггера и убирает здесь попал очень быстро умирает вместе с ней шторм пытается шторм забрать еще и кентавра но по всей видимости кентавра тоже это минус кентавр 2 в 1 точнее получился видит у которого нас раньше убили в общем в этой игре только что он играет хорошо остальные игра плохо я полностью согласен сайт начал страдать фигнёй думаю что визи вин 1 4 урна но по факту дал типа изи вин но изи вин не потому что типа все хорошие потому что просто штурмом всю карту только поэтому появляется не уже был стон практически появляется ну хотя рецепт да уж летит так сейчас шторму просто на под заработать себе зарядиков штук 15 и можно так ну что что у нас гирокоптера гирокоптера конечно очень плохо все со шмотками только пятый нетворс он имеет на карте но он собирает уже бкб но с появления бкб уже так просто его будет не убить особенно это касается шторма который пока что я думаю тут может его буквально тут за полеты вокруг него его поубивать но с пкб такой вариант уже не получится здесь очень быстро и гирокоптера почему Лина жалеет почему Лина жалеет ульт я понять не могу Сайск ультанул в лес свой сам гирокоптер ой какая ульта от вич доктора буквально на полсекунды умирает от лесных крипов ну вот это сейчас повезло на самом деле команде Лали Джион потому что квопа уже не ушла уже не ушла да ну пока что размен треф-3 но сейчас еще и треф-4 будет шторм убивает гадлайк у шторма еще две тысячи сверху он имеет только-только собрав блудстон ну конечно все таки тащит видно шторм свою команду к победе уже 12 зарядов у него был стонний что же интересно сейчас будет покупать шторм будет ли это какой-то сайленс или что или хекс какой-нибудь сразу в принципе судя по тому что не так много осталось гирокоптеру до бкб уже проще собирать хекс ну не знаю посмотрим что решит танатос сейчас для него какой-то дазл просто супер вообще мясо у лин конечно появился его ли на по всей видимости фазисия хочет купить не знаю зачем но хочет вертолет у нас осталось чуть больше тысячи до бкбшки раскидывать баунтихантер тут треки готовится видимо к какому-то замесу в миде будут наверно дефать это один да тут очень много героев собралось на миде должен быть какой-то замес скоро у нас почему-то он дайанга нет в миде он с меккой я думаю он очень нужен своей команде почему-то не решили дефать на вышку здесь вопа у нас улетает на даггере но умирает баунтихантер ну что пока что достаточно неплохо действует команда йола здесь пытался шторм шторма из грамотный стан но стан получился не тайминговый успел улететь шторм и в итоге сейчас развалку эти касочки царские конечно полетали по троим это просто что-то широкое да еще и потому что если он там тоже он опять в один будет размен походу очень неплохой кокосик залетел еще не забыть надо кентавр по спростики свои ну или нет уйдет уже наверно у штамма мало да не факт юзая да это минус и у штарма тем временем 13 1 уже счет 17 20 стонов уже им сколько там сколько кстати нужно что на что появится с я на мидерах играю редко более на мидерах я с микрофоном шипит хрипит я сейчас его даже выключу так но сейчас нормально да до того чтобы нормально очередной раз случайно задел так ну что пытаются нас даже агрессивно играть я не знаю что делать команде ела они со стримом ничего не могут сделать у них нет никакого контроля у него просто его ноль то есть станки тавра это не смешно да ну и мы и стоим и ул и ул тускар что то там может ну вот это для шторма это все чушь ну да спокойно абсолютно летает подраки туда и сюда ну поскольку шторм был ласпиком да с восемнадцатью двух полными он может вообще летать просто там через шифт на базу обратно ну поскольку шторм был ласпиком неожиданно конечно для команды ела видимо все равно у них была большая уверенность что будет мид квопа стоять такой поворот видишь шторма да нет не было уверенности ну типа видимо они считали что шторм просто не силен ну по идее же как бы лена убивать шторма правильно ну типа да ну потому что если бы они были уверены что квопа будет фармить то почему бы они тогда забанили двух мидеров не но я понимаю да опять же то есть если бы лена еще попадала станом по таймингу жестко это не так просто сделать но можно я думаю чтобы шторм не успела влетать но пока что я такого еще не видел всегда после юла шторм успевал улетать из-под стана ни к чему хорошему это не приводило то есть как бы лена лена у нее 777 хп это буквально влететь шторму на обману 500 ну да ее собственно нет поэтому ей надо может какой то не знаю лотар купить или что то вообще даже я тоже не понимаю она потратила тысячу глимер кейп или ну что там почти тысячу голды на фейзы зачем ну пару брейсеров ну вот она уже брейсер себе купила по всей видимости барабаны будет покупать лена появляется солар крест гандара ну здесь уже шторм просто по всей карте летает имеет он вообще о овер овер нет ворс просто скоро будет не знаю блин уже в два с половиной раза больше чем гирокоптера скоро я думаю в три раза будет но queen of pain играет в этой игре просто тут получается игра такая что шторм плюс четыре саппорта с каждой из них что то делает кто то покричит смок интересный да такой очень интересный мне тоже кажется просто такой смог и молчание все стоят стоят четвером возле рошана то есть как это вич доктор всех хилит кидает банки баунти хантер вешает секрет на шторма ну в этом не знаю мандайн замедляет там бой мандайн хилит шторма баунти хантер его сэвит вич доктор его хилит клопа его хилит урной ну да неплохо неплохо ну они вместе с баунти хантером вдвоем будут хилить своими урнами походу у них тоже такая отдельная стратегия ну сейчас будет сейчас будет ошибка потому что в гирокоптера нету денег на бкб и он умерет ничего не сделал на линку кидают крест ну и что будет лютовать но поскольку очень жирно уже стал шторм а нет ну шторм на самом деле один просто выиграет да ггвп ну да действительно кстати вот я так и не понял там рейтинг решает что-то или нет да но они видимо сгорели да надо было играть до конца с их кликом в принципе можно было еще потянуть понятно что они были выигрывать ну минут 20 можно было поиграть опять да блин задел блин случайно каждый раз когда его задевают начинать шуметь ну собственно прошлая игра 14 но